МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы снова в студии. К нам присоединилась Тамила Ташева, соучредитель и координатор общественной правозащитной организации КрымСОС. Здравствуйте, Тамила. Добрый вечер. Вот вопрос, который мы будем обсуждать, это все тот же вопрос репрессий в Крыму. Я хочу напомнить, что на прошлой неделе, 14 октября, по всему Крыму прошла волна массовых одиночных пикетов. Крымские татары вышли на дороги Крыма для того, чтобы разгласить, что мы не террористы, мы не экстремисты. 49 человек по итогам этой акции оказались задержанными. На самом деле, одиночные пикеты в России разрешены. Более того, те таблички, которые люди держали в руках, они не содержат в себе никакого призыва. Там нет ничего, что Российская Федерация не констатировала бы на каждой международной площадке, рассказывая, что она не совершает репрессий против крымско-катарского народа. Что экстремисты, террористы, сепаратисты и еще кто-то, что они инкриминируют крымским татарам, что это частные случаи. Это, конечно, не против народа. Но вот мы видим результат. 49 человек. Тамила, вот у меня вопрос. А на каком основании были эти задержания? На самом деле, я напомню предшествующие события. Потому что уже более чем две недели назад, в понедельник, прошли обыски в домах у крымских татар, когда задержали четырех человек, которых обвинили в участии в таблике Джамат. Также запрещенной организацией партии с 2009 года в Российской Федерации. Потом, через неделю, Российская Федерация, оккупационные власти Крыма заявили о том, что они ликвидировали во второй раз, я напомню, ячейку Хизбут-Тахри в Бахчисарае. Да, в общем, они вообще ликвидировали, потом они опять ликвидировали. Да, вот собственно. Потому что первые задержания в Бахчисарае были в 2015 году. Соответственно, потом дальше прошли очередное опять задержание. ячейки Хизбут-Тахрир. Там опять нашли якобы руководителя Хизбут-Тахрир, Сулеймана Асанова, директора кафе Салачик. И поэтому это выглядит очень, на самом деле, смешно. И после того, когда прошло, за две недели, фактически было задержано и появилось 10 новых уголовных дел, то крымские татары, которые небезразличны, они вышли по всему Крыму на такие вот одиночные акции протеста. И что делают сейчас оккупационные власти? Они пытаются связать это все воедино, пытаются найти якобы руководителей этой акции, потому что они не верят, что люди могут просто так выйти на улицы. Они вплоть до того, что спрашивают, а кто вам дал маркеры для того, чтобы нарисовать плакат, кто вам дал этот ватман для того, чтобы написать, крымские татары не террористы и так далее. И это очень цинично со стороны российской власти, потому что действительно одиночные акции протеста, они абсолютно законны, но они пытаются это все вывести в определенную систему, которая в российском законодательстве запрещена. То есть мы говорим о подтасывке фактов? Да, на самом деле да, и давление на активистов, потому что сейчас происходит что? Они приходят в дома к этим людям, они их вызывают повестками, и они пытаются их запугать для того, чтобы эти активисты, которые вышли на эти одиночные акции, и протесты, они сказали, что кто-то, кто-то нас как-то организовал. И в голову оккупационным властям, силовым ведомствам и так далее, не приходит мысль о том, что они могли просто так прийти, просто так собраться. Для этого не нужно денег, для этого не нужна система какого-то сговора и так далее. Потому что если посмотреть на фотографии, тех участников, то это действительно очень обычные люди. Меня больше всего поразила фотография с пожилой бабушкой, которая вышла тоже с этим плакатом. И это очень показательно, в том числе, если смотреть на ситуацию в Крыму через женскую перспективу, о которой очень редко говорят. На самом деле мне жаль, что редко об этом говорят, потому что жены политзаключенных, которые ожидают своих мужей, матери политзаключенных, которые ожидают своих сыновей и мужей, это тот потенциал в Крыму, в том числе и протестный потенциал, потому что они собирают деньги для своих детей, объединяются в организацию Безамбалар, они являются активными участниками инициативы Крымская Солидарность, они являются адвокатками, которые защищают права человека в Крыму. И вот такая вот бабушка, которая вышла также на акцию протеста, вне зависимости от того, что она могла бы сидеть вроде как дома, но она вышла, потому что она не безразлична. И об этом нужно говорить. То есть мы должны говорить с одной стороны о потенциале протеста, тому бесправию, которая царит фактически на территории Крыма, а с другой стороны говорить о тех нарушениях 49 человек или даже больше, которые там присутствуют. Меня больше всего поражает этот несломленный дух людей, которые выходят в любом случае. Они понимали, что скорее всего им дадут административные дела, потому что оккупационная власть, она не думает с такими категориями, как право, законность и так далее. Хотя бы свой собственный закон. Да, абсолютно. Это очень важно, что вы заговорили о женщинах, потому что ведь это одна из пострадавших категорий. Потому что есть исследования психологические о близких, пропавших без вести, или о близких, которые находятся, которые незаконно осуждены, то есть находятся в какой-то опасности. женщины у них происходят, они находятся под очень серьезным психологическим давлением. Например, семьи пропавших без вести, ну, как вот были исследования жертв Освенциума, тех, кто выжил, и кто не мог потом найти свои семьи. Люди, прожив уже после этого всю жизнь, в старости, продолжали, то есть они ходили, они постоянно искали в толпе знакомые лица. Это одна из форм пыток. Однозначно. Я хотела еще тут спросить, тут же тоже очень интересный момент, когда силовики врываются в дома крымских татар, мусульман, утром, 6 утра, они прекрасно понимают, что они вламываются в дом, где находятся женщины, женщины спят. Зачем они оскорбляют? Зачем они это делают? Это делается на самом деле специально, делается публично, делается в таких формах, чтобы, как говорят, неповадно другим было, да, чтобы они не высовывались, они не проявляли никаким образом свою активность. Я еще бы хотела вернуться к тем событиям, когда задержали 6 человек этих в Бахчисарае. На самом деле, кроме этого, задержали 9 человек и дали им административные штрафы, тех людей, которые вели трансляцию этих всех событий, фиксировали это на фото, на видео. На самом деле, следует говорить не просто о том, что это крымские татары, соблюдающие мусульмане, что... Не обязательно. Что, да, что оккупационные власти пытаются опять навешать этот ярлык на крымских татар, как террористов или экстремистов. Это... В этом данном случае это конкретное наступление на активистскую среду. Потому что, к примеру, Сулейман Асанов, это человек, который очень активно помогал и... Там, той же крымской солидарности, Базым Баллар, он всегда давал помещения своего ресторана для нужд своей крымско-татарской общины и так далее. Либо те люди, которые фиксировали события этих обысков, это точно удар по активистской среде, потому что это были самые активные люди. Поэтому, в том числе, мне кажется, вот путем этих арестов полутора-недельной давности, это была попытка ликвидировать активистские группы на территории Крыма. Потому что Российская Федерация, она придерживается тактики уничтожения всех форум гражданской активности. Либо неподконтрольный ислам, либо активисты, которые выходят на одиночные акции протеста, либо это юристы, можно вспомнить, Николая Полозова, Эмиля, Курбединова, Эдена Семидляева и так далее. Поэтому Россия пытается зачистить максимально это поле. И вот в этих арестах мы четко видим след оккупационных властей для того, чтобы уничтожить просто эти активистские группы. Для меня в данном случае, то есть, то, что вы говорите, это понятно, но для меня понятно и другое, что уровень сопротивления, вот ненасильственно, уровень солидарности растет. Здесь есть один очень важный момент, которого я пока не наблюдаю в Крыму. Это солидаризация крымско-татарского народа и пришедшего к нему на помощь, украинского гражданского общества. Это очень важно, потому что, если отступится хоть один, посадят всех. Как только оккупанты поймут, что в ответ на их репрессии люди стали прятаться, они уничтожат всех. Это тоже надо понимать. И мне вот интересно, потому что вот некоторые из тех, кто стоял, особенно на дорогах, говорили, что они стояли, мимо них проезжали люди, сигналили. Разные люди. Люди поддерживали, выражали поддержку. Я хочу понять, на ваш взгляд, есть ли у вас какие-то данные, как ведет себя украинское сообщество? Ну, если честно, то активистов украинских на территории Крыма фактически нет. И если говорить о тех гражданах, которые живут в крымотнических украинцев, они, к большому сожалению, не проявляют очень активно себя. Да, это может проявляться в формах поддержки крымского марафона, когда крымско-аттарская община собирала... То есть она все равно есть, эта поддержка? Да, конечно, есть. К примеру, нам рассказывали о том, что к этим людям, которых задержали в прошлую субботу, останавливались украинцы, русские, представители разных национальностей, не только крымские татары, тоже выражали эту поддержку. То есть не только крымские татары говорили, что молодцы. Я понимаю, почему украинская община, она есть, она безусловно есть, не может вот так вот выйти, потому что, слушайте, для этого должен быть народ консолидированный. Крымские татары, они продемонстрировали... Это традиция еще с советских времен борьбы за свои права, борьбы с тоталитарными режимами. У украинцев нет такого опыта, это понятно. но открытая поддержка вот массы крымско-татарского народа, вот выйти на эту поддержку рядом стать. Есть ли это? На данный момент я этого не видела, но следует отметить, что в Крыму, в Симферополе существует организация «Украинский дом». На самом деле, всех их активистов, которых было не так много, их фактически вытеснули с территории полуострова, двое активистов выехали поспешно с территории Крыма, потому что против них начали заводить уголовные дела за якобы участие в другой террористической организации как правый сектор. Поэтому следует отметить в том числе и то, что украинцы не имели того органа самоуправления в том числе как Меджилис. И вокруг Меджилиса я помню в 2014 году, когда все события только начинались в Крыму, очень многие украинцы пытались группироваться вокруг Меджилиса в том числе и вокруг местных Меджилисов. Я правильно понимаю, что уничтожение Меджилиса в том числе это попытка не допустить солидарности украинцев и крымских татар. В том числе уничтожение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Потому что сейчас, насколько мне известно, очень много крутится вокруг Украинской Церкви Киевского Патриархата в Симферополе, на которую тоже давят, но по крайней мере на проповеди и так далее люди приходят. То есть они пытаются каким-то образом между собой по крайней мере общаться. Кроме этого я знаю, что Крымская Солидарность к примеру другие активисты они пытаются приглашать на свои собрания украинские семьи политзаключенных из семью Балуха и пытаются ездить я знаю, что представители Минджелиса ездят в гости к матери Олега Сенцовой и к его детям. Это тоже очень важно показывать, что мы в этой беде мы с вами одни. Украинцы крымские татары мы все граждане Украины и поэтому это очень важно. Крымские татары и их традиция совместного коллективного сопротивления это вопрос выживания. Потому что я еще раз сказала отступит один погибнут все это такое правило. Украинцы не имеют этой традиции. Они да, они готовы выражать свою личную позицию но солидаризоваться особенно в таких условиях то есть структур нет ничего нет вы сказали правильно смотрите у меня есть еще один вопрос что касается действий в принципе мы говорим о методике репрессий вот например Эдем Смедляев крымский адвокат он говорит о том что в деле Хизбуттафри то есть это его такое наблюдение что в основу этих дел ложатся аудио скрытая видеосъемка то есть в принципе какие-то записанные разговоры показания свидетелей вот это ведь это тоже механизм сделать так чтобы люди боялись один другому в кулуарной беседе просто что-то сказать я хочу понять понимаем ли мы например есть ли какая-то система чего не надо говорить незнакомым людям или вообще все равно если захотят посадить посадят с одной стороны можно говорить о том что если захотят посадить муку-то так посадить но я бы не доверяла малознакомым людям на территории Крыма если ты знаешь этого человека то конечно ты можешь с ним говорить абсолютно открыто если ты не знаешь его если это водитель маршрутки либо твой сосед в маршрутке который едет с тобой домой лучше об этом не говорить но я бы знаете еще бы хотела что вспомнить действительно этих людей их постоянно прослушивают и чаще всего выносят какое-то решение по поводу вот этих вот кухонных разговоров по поводу литературы которая там у них находится дома либо ее подкидывают эту литературу но в том числе я бы хотела отметить роль духовного управления мусульман Крыма и Севастополя которые фактически перешли на сторону оккупационных властей да их сначала пытались каким-то образом переманить на свою сторону создали параллельную структуру как таврический муфтият в итоге убедили перейти на свою сторону оккупационные власти и то каким образом пытается этот дум контролировать всю сеть муфтиев по всему Крыму их фактически в том числе запугивают им говорят что если ты не будешь с нами то мы тебе не разрешим чтобы ты читал молитву в доме у умершего либо когда проводят церемонию какие-либо церемонии празднества и так далее в домах у крымских татар и получается что вот эта вся система муфтиев она фактически сейчас под контролем российских оккупационных властей и когда эти имамы фактически не могут ничего говорить и это очень важно тоже помнить что когда в мечети в какой-то и ты приходишь в эту мечеть и думаешь что это духовное место где ты можешь спокойно говорить оказывается и это не так на самом деле очень часто в мечетях устанавливают камеры наблюдения это активно фиксировалось в 15 и в 16 году это означает что человек даже вроде как наедине с своим богом он не может чувствовать себя максимально защищенным и поэтому мы когда подавали в комитет по расово-этнической дискриминации альтернативный отчет российскому официальному отчету в августе этого года мы выделяли дискриминацию крымских татар по разным принципам в том числе по религиозному принципу потому что он чаще всего очень открыто и явно проявляется это приносение хиджаба женщиной при обучении детей в школах и так далее и я не знаю я рассказывала ли в эфире телеканала АТР но мы получили свидетельство одной женщины которая рассказывала о своем ребенке что пришлось этого ребенка эту девочку 11-летнюю забрать на домашнее обучение потому что она не смогла перебороть психологический барьер в связи с травмой которую она получила в школе потому что один из преподавателей в одной из школ я не буду называть какой подойдя к девочке на перемене он громко сказал на портфель который стоял лежал на полу что ой он сейчас взорвется а девочка маленькая она в хиджабе на что эта девочка отреагировала почему мой портфель должен взорваться на что учитель ответил ну в твоих руках он не взорвется а в моих возможно взорвется это было все при детях представьте какую травму этот преподаватель это сигнал для травли конечно конечно однозначно да и поэтому когда мы говорим про репрессии на территории Крыма всегда следует говорить о системности этих репрессий потому что мы не видим единичные какие-то случаи репрессий там или просто 50 уголовных дел либо просто 10 задержаний мы видим четко систему репрессий против этнической группы либо религиозной группы и об этом всегда необходимо говорить как на международных площадках говорить с прокурорами международного уголовного суда все это фиксировать для того чтобы в дальнейшем я уверена что Крым будет деоккупирован чтобы все эти свидетельства они легли в основу обвинительных приговоров против тех людей которые нарушают эти права человека почему я хочу спросить ведь Крымские татары не единственные мусульмане в Крыму среди тех кого арестовывают есть ли представители других народов да есть люди которые приняли ислам просто их не так много если говорить в целом то все-таки в основном это Крымские татары мусульмане я бы действительно говорила в первую очередь о этнических репрессиях просто они проявляются в том числе на религиозной почве я проиллюстрировала что к примеру за язык когда ты используешь крымско-татарский язык на своем рабочем месте тебя могут уволить а есть такие случаи да конечно был случай по-моему в 2016 году с парикмахером крымским татарином который говорил на крымско-татарском языке по-моему по телефону или что-то такое ему начали делать замечания и через день его уволили были ряд других случаев мы все эти случаи документировали и передавали в комитет ООН по расов и этнической дискриминации поэтому конечно таких случаев масса есть вопросы связанные повторюсь с отношением хиджаба есть вопросы связанные с невозможностью осуществления своих религиозных каких-то обрядов есть дискриминация по поводу того что ты говоришь на крымско-татарском языке тебе делают замечания невозможности использования крымско-татарского языка в школах потому что Российская Федерация всегда говорит что школ у нас не уменьшилось действительно количество школ не уменьшилось возможно на одну или две но вопрос того каким образом говорить на языке чтобы было именно обучение на крымско-татарского языка это неправдивая информация мы помним что в уголовном деле против Эльми Умерова крымско-татарский язык был обозначен как иностранный да либо в ряде других уголовных дел когда крымские татары просили чтобы ну они говорили на крымско-татарском языке и требовали себе переводчика всегда судьи прокуроры и так далее очень злились все таки выполняли чаще всего эту просьбу или требования да человека которого преследуют но все таки либо когда я не помню кого из первой четверки по делу из бухтахриж севастопольской четверки за то что он писал письмо на крымско-татарском языке из тюрьмы да его отправили в карцер поэтому таких случаев очень много у меня есть такой вопрос вот всем что происходит а на бытовом уровне потому что когда власть настолько нагло демонстрирует эту травлю безнаказанную травлю есть очень много людей которые пытаются солидаризоваться с агрессом есть ли увеличение татарофобии анти-татарских настроений высказываний на бытовом уровне мы данные случаи фиксировали я не скажу что они являются массовыми но очень страшна сама сам потенциал этого всего да и когда знаете мы в своей команде обсуждали все вещи связанные с репрессиями с попытками дестабилизировать этническую ситуацию на территории Крыма и вообще потом начали переходить к вопросу геноцида как процесса и на самом деле очень часто о геноциде говорят просто как о единоразовом акте конечном на самом деле мне кажется о акте геноцида следует говорить как о процессе и можно говорить о периоде с первой аннексии Крыма Екатериной второй дальше вопросы связанные с перемещением населения насильственным фактически выездом крымских татар вынужденным с территории Крыма были процессы связаны с уничтожением интеллигенции депортация 44 года эти события поэтому если рассматривать весь этот процесс то можно действительно констатировать что есть преступления против человечности есть процессы которые ведут к фактическому геноциду крымских татар прокуратура автономной республики Крым говорит о том что она рассматривает преступления против граждан в Крыму совершенные представителями страны оккупанта как нарушение международного гуманитарного права то есть речь идет о военных преступлениях так например господин Мамедов это глава прокуратуры Виндус Мамедов сказал о том что преступления которые совершаются на полуострове Крым это военные преступления и очевидно что эти действия нужно квалифицировать соответствующим образом мы говорим постоянно о том что необходимо для Крыма как оккупированной территории все-таки применять конвенцию женевскую я хочу понять военные преступления и просто преступления в чем разница действительно если говорить о международном гуманитарном праве вне зависимости от того что на территории Крыма и сейчас и тогда не было открытого военного конфликта ситуацию связанную с аннексией территории всегда следует рассматривать в контексте международного гуманитарного права и действительно там применяется несколько иные принципы нельзя внедрять свои законы а можно использовать только те которые есть нельзя внедрять свою полностью систему нельзя задерживать военных потому что это можно потом рассматривать как военно-пленных эти люди гражданские если они задерживаются они должны задерживаться содержаться в особых условиях какова ответственность за нарушение всех этих вещей ну ответственность понимаете когда мы говорим в общем о России она нарушает все вообще международное право в общем Россия да и в том и мы должны рассматривать эти события как военные преступления за которые руководители российского государства да они должны понести ответственность но мы должны в этом случае доказать четкую связь между действиями господина Путина и руководства российской федерации да и тем что происходит сейчас на территории Крыма и в том числе если говорить о международном уголовном суде в том числе прокурор он всегда говорит о системных нарушениях и поэтому когда ему готовят доказательную базу когда там общественные организации либо государство Украина подает документы какие-то всегда необходимо показать эту системность очень часто готовы документы эту системность ну в принципе очень сложно доказать да еще лучше если мы доказываем связи Крыма и востока Украины и в принципе такие документы уже собираются есть определенные связи поэтому сейчас очень важно кроме того чтобы фиксировать это показывать в медиа и так далее очень важно просто кроме мониторинга документировать все эти нарушения и передавать соответствующие структуры очень многие общественные организации это делают делают те люди которые живут в Крыму но важно не оставить это просто необработанным а все таки работать дальше потому что с этими материалами дальше будут работать международные инстанции я уверена что в любом случае те люди которые причастны к таким нарушениям они принесут эту ответственность есть еще один вопрос относительно вот как раз вы уже затронули эту тему информация 12 октября Украина провела в рамках ПАСЭ в Страсбурге платформу мероприятия Крым в условиях информационной оккупации и безусловно в первую очередь там говорилось о том что Крым изолирован от объективной информации но ведь вот кроме такой простой вещи как незнание людей живущих в Крыму о том что происходит на международной арене как Крым освещается в украинских как каким образом какие резолюции принимаются есть ведь еще один очень важный момент крымчане которые жили десятилетиями рядом они объективно могут не понимать того что с ними делает российская оккупационная власть это то что вы назвали вы сказали геноцид то есть это это ведь раздвигание границ это приучение людей к тому что это возможно рядом со мной то есть вот это тоже один из моментов информационной оккупации потому что крымчане начинают привыкать к этому я хочу понять как нам бороться с этим как доносить до людей не просто информацию о том что вот такие изменения вот это сказано на международных площадках но как доносить до крымчан то что с ними рядом происходит я абсолютно с вами согласна люди очень часто привыкают к тому что происходит действительно вокруг них привыкают люди которые живут на материковую часть люди которые живут за рубежом и частично следят за ситуацией в Украине когда-то мы первое время когда начались первые расстрелы на Майдане во время революции достоинства мы все это переживали со слезами мы переживали со слезами небесную сотню первые смерти в Крыму потом дальше первые смерти на востоке и так далее и постепенно когда мы сейчас слышим что погиб там один человек ну слава богу что не 5 или не 10 погибло на востоке мы привыкаем очень сильно но мы не считаем что это норма да конечно а то что происходит то что оккупанты делают в Крыму они приучают крымчан к тому что репрессии и давление на крымских татар ну это норма ну вот так у нас и я вот и я продолжу когда мы собирали данные для этого нашего отчета по расовой этнической дискриминации когда мы задавали прямой просто вопрос о том подвергались ли вы расовой либо этнической дискриминации религиозной дискриминации и так далее и нам говорили нет нет ничего такого не было но когда ты начинал задавать очень конкретные вопросы то люди говорили да и эту я сейчас ситуацию могу вспомнить и эту и эту и так далее и очень часто люди не понимают что оказывается то что они переживают в Крыму это в принципе является нарушением да там мы вспоминали сегодня международное гуманитарное право то что сейчас происходит в медицинской той же сфере что происходит в сфере обеспечения продовольствием на территории Крыма и так далее это также это также нарушение норм международного гуманитарного права потому что Российская Федерация взяв на себя обязательства над территорией которую она оккупировала она должна предоставить не худшие условия для проживания для людей которые живут в Крыму и об этом люди как бы не говорят и поэтому действительно люди привыкают с ними необходимо говорить очень важно с крымчанами говорить и пробовать доносить это там через такие эфиры через общение там через социальные сети там попытки организации каких-то телемостов и общений с крымчанами я помню как мы вот совсем недавно да две недели назад организовывали вечер в поддержку Эльми Умерова во время того когда проходила крымская солидарность и это было очень важно когда но активисты вот в Умане это ведь тоже необыкновенно они это не ваша акция это просто какие-то люди вот они взяли и поддержали Эльми Умерова такое ощущение что здесь есть понимание да и здесь есть и очень важно это всегда показывать очень важно об этом говорить очень важно показывать ту работу которая делается потому что действительно не о всем известно и поэтому знаете в Крыму работает очень часто в том числе сарафанное радио когда ты рассказал одному о том что мы поехали туда-то и рассказали о том-то том-то мы пытаемся сделать это и так далее то они знают очень много информации знают и поэтому и на самом деле крымчане следят очень сильно за тем как мы себя здесь условно говоря ведем да что мы здесь делаем и поэтому всегда максимально нужно прозрачно говорить о том что мы делаем да главное конечно же не подставить тех людей которые живут в Крыму но все что мы можем говорить публично об этом необходимо говорить обязательно у меня есть у нас очень мало времени к сожалению с вами очень интересно обсуждать эти вопросы у меня есть такое наблюдение я вчера была на вечере памяти Петра Григоренко где выступал и Мастафа Джамильев и Минара Бекирова и Минет Джапар то есть крымская латарская молодежь ну то есть из основных зрителей и знаете что меня поразило во-первых какое-то интересное отсутствие интересное отсутствие интереса украинцев к выдающемуся в принципе человеку о котором крымские татары помнят а украинцев я я уже проверяю людей экспертов на то вообще знают ли они кто это и ведь Петр Григоренко он всегда он боролся за свободу украинского народа и крымско-татарского не он считал что падение тоталитарного режима оно как раз в праве крымско-татарского народа на родину я хочу понять вот какой момент когда вы говорите на международных площадках когда вы говорите о преследовании и так далее мы говорим о том что подвергается этническая группа религиозная группа это одна и та же группа мы все это объясняем это политически субъектная группа это опять она же скажите мне коренной народ ведь в мире эти слова имеют значение мы видим как в международных резолюциях вот слова о крымско-татарском народе коренном народе Россия пытается выморать в первую очередь я посмотрю это все равно сколько мы на нее навесим только бы не эти слова вот насколько насколько защите прав помогло бы признание закона о статусе народа и закона о статусе полуострова ну сначала я бы хотела сказать что однозначно эти проекты законов эти изменения в конституцию да их необходимо до конца принять ну они они в разработке они есть просто они еще до конца не приняты были постановления приняты а после них должны были приняты именно законы это необходимо сделать раз и навсегда для того чтобы закрыть этот вопрос потому что очень часто крымчане которые живут в крыму они спрашивают об этом это один из главных вопросов когда у нас будет изменение принято в конституцию когда у нас будет приняты законы эти и так далее но если говорить о международной площадке у меня нет такого если честно восприятия что они понимают это куда лучше они смотрят в общем на системные нарушения они в общем смотрят на то что да крымские татары коренной народ их права нарушать но они редко вспоминают про право на самоопределение к большому сожалению мы тогда тогда в любом преступлении должен быть мотив коренной крымско-татарский народ для россии который рассказывает о русском крыме скрепах уничтожение его это как раз и есть мотив убрать истинного хозяина земли чтобы уже потом продолжать предъявлять свои права вот это мотив российского преступления глобального преступления поэтому это это тоже очень важно донести это что это не просто абстрактно путин сошел с ума нет это настоящее спланированное преступление с массовыми жертвами у нас остается к сожалению очень мало времени а я хочу задать вам еще один вопрос я вчера когда слушала мастер Фуджимильева у меня было ощущение что это дежавю что он говорит о сегодняшнем дне россия делает то же самое но тогда это происходило в условиях тайны об этом знали только избранные люди которые имели доступ к информации которые хотели его иметь это было очень сложно вообще понять что с тобой рядом происходит вот это все вот эти репрессии судебная психиатрия и так далее сегодня это открыто почему путин больше не прячет свои преступления потому что путин у меня такое чувство что он просто не боится он дает делает такой вот вызов всему декому демократическому обществу всему мировому сообществу что это наша территория спорить по поводу этой территории мы не хотим мы не наказываем обычных людей мы наказываем террористов это делается все максимально открыто для того чтобы на этих провластных ресурсах в том числе показать как якобы задержана очередная ячейка какой-то эфемерной запрещенной организации и так далее и для того чтобы все остальные боялись чтобы они были запуганы но он не учел фактор крымских татар действительно силовые структуры особенно те которые приехавшие я общаюсь с разными активистами журналистами которые работают в крыму и они говорят о том что эти силовики они не ожидали этого они применяют один метод он не работает этот метод он не работает вдруг на крымский марафон собрали 1 миллион рублей в течение одного месяца вовлеченность в акцию около 100-150 тысяч человек это колоссальная вовлеченность колоссальная протестная активность людей это то чего стоит бояться да и они этого боятся и поэтому они это пытаются максимально за счет задушить задушить в том числе путем того чтобы рассказывать об этом активно публично что вот мы вам разбьем мы вам по рукам даем мы пытки проводим но с другой стороны они все таки немного боятся международного порицания да потому что я помню когда случилась ситуация с Ренатом Параламовым и мы об этом сказали в течение трех дней на конференцию ОБСЕ в Варшаве в первый раз когда его только задержали об этом сказала наша делегация и два последующих дня говорили мы об этом и вдруг на следующий день когда он исчез его все таки отпустили мы не знаем что было бы если бы на международных площадках активно бы об этом не заговорили отпустили бы они Рената или не отпустили в каком состоянии они его отпустили и так далее да безусловно поблагодарим Томилу Ташеву нашу гостью соучредителя и координатора гражданской инициативы КрымСОС а не переключайтесь буквально через несколько минут мы вернемся в студию с Юрием Смирянским поговорим об отставке Заура Смирнова и о том что происходит с крымской оккупационной властью КрымСОС на сайте